Здравствуйте! А вот и годный контент подъехал. Сегодня буду вам рассказывать про очень интересную драм-машинку от компании XLN Audio, которая известна, кстати, своим драм-ромплером Additive Drums. Эта штука называется XO, и это тоже драм-машина, но принципиально с иным подходом. Про нее мне рассказал мой товарищ, я сейчас попробую вам рассказать примерно то же самое, потому что я был дико заинтригован, а потом мы посмотрим, как это работает. Интрига заключается в следующем. Эта программа умеет подбирать схожие ваншоты по длительности, по тональности, ну и в принципе по тембру. Почти всегда она это делает корректно, и получается, что мы собираем свою секвенцию, а потом можем переключать ваншоты либо отдельно, либо для всей секвенции одновременно, тем самым получая непредсказуемые, но, как правило, очень интересные результаты. Давайте пройдемся по пункту сплэш-скрина. Сначала нужно отметить, какой здесь крутой браузинг сэмплов. Это происходит очень быстро, наверное, ни одна DEW так не умеет, покажу чуть позже, как это быстро происходит. Следующий пункт, вы можете добавлять, естественно, свои сэмплы, она анализирует, эта программа анализирует вашу библиотеку, опять же, на предмет схожести ваншотов, и вы можете, собственно, не только дефолтный патч юзать. Также можно загружать отдельно сэмплы, но это понятно, в любую драм-машину можно в каждый слот загружать отдельно сэмплы. Можно производить некоторые манипуляции и сэмплом, там, конечно, ущербный немножко набор редакции, но его достаточно. Это ADSR, это Pitch, это Send2, ну, как правило, этого достаточно. Также мы можем редактировать саму секвенцию драм-машины, также мы можем все это экспортировать, об этом надо вообще отдельно говорить, просто знаем, да, что мы можем экспортировать. Ну, и дальше все остальное можно чекнуть на сайте. Давайте попробуем. Как и обещал, давайте послушаем, как мы можем выполнять навигацию по нашей библиотеке. По цветам, собственно, как вы уже догадались, это разные наши ваншоты. Допустим, красным цветом обозначены вас бочки. Да, это происходит действительно очень быстро. Плюс, особенность заключается в том, что у нас есть круг, и внутри этого круга сэмплы примерно плюс-минус похожи друг на друга. Программа почти не ошибается, но нужно понимать, что наверняка это что-то похожее на искусственный интеллект, и он со временем, алгоритм будет улучшаться, то, что программа новая. И вот мы чекаем. Ну, плюс-минус, они действительно похожи по длительности, по клику, даже по стилю, да, то есть программа как-то обнаруживает, что это именно синтезаторный клик, кик вообще, а не Real Drum Kit, потому что где-то вот здесь Real Drum Kit, как правило. Да, и она это как-то палит. Ну, в общем, дальше по снейрам. Все происходит дико быстро. Ну, есть навигация, можно увеличивать, уменьшать. Еще, кстати, удобно то, что программа помнит след. Пробежался, я помню, что вот где-то здесь я услышал хороший сэмпл. Вот он. Ну, это нехороший, но, в принципе, можно очень быстро двигаться по вашей библиотеке. Ну, и через Control я передвигаюсь, собственно, по всем категориям. Давайте сразу подгрузим какой-нибудь мой патч, который, когда я создавал, я прям как дитё визжал, просто изнемогал от того, что кто-то придумал такой девайс. Это сильно сэкономит время, и главное... Это, кстати, даже, наверное, не плагин про экономию времени, да, как всякие скейлеры, которые вместо вас ля-минор играют, а это именно творческий инструмент. Ну, вот создал, например, я себе под номером 13 какой-то патч. Звучит он таким образом. Теперь идём во внутренности программы. Вкладочку Edit. Слева у нас редактирование самих сэмплов, как я и сказал вам. Это ADSR, это Pitch, Tone, фильтр, сила нажатия, ну и какие-то базовые функции типа реверса. Сам сэмпл тоже можно базово отредактировать, ну, в общем-то, а больше-то ничего не нужно для драмсов. И правая секция – это сам драм-секвенсер, да, особенно пользователи Fruity Loops, да, наверное, сейчас уже все понимают, что такое степ-секвенсер, драм-машина. И вот здесь начинается самое интересное. Есть, например, у меня бас-бочечка. Нажимаю на неё, и так, давайте переключимся в другой режим, в котором видно предложенные сэмплы. Вот они, я выбираю. Бас-бочку, кстати, да, он показывает на нашем, в нашем космосе сэмплов, где она находится. И вот варианты. Их, конечно же, можно переключать real-time. Например, это неплохая. Но что более интересно, можно переключить их все одновременно. У каждого сэмпла, как вы догадались, подобран аналог. Вот они действительно похожи. То есть идея, как бы, вроде нарушена не должна быть. Он предлагает вариации, чтобы потом развивать эту тему. В общем, слушаем, как это будет звучать. Да, туда залетели ваншоты моих каких-то синтезаторов. Ну, в каждом паке сейчас сэмплов есть какие-то шот-синт, там, гитары, что угодно. Они улетают у нас в эти две ячейки flex. Вот, как и было сказано. Ну, и какой-то такой сэмплинг. В общем, я в какой-то момент залип и просто нарожал себе вот такую кучу зарисовок. Ну, я думаю, с этим понятно. Мне хочется прямо из каждого сделать трек. Самое здесь интересное, что, честно говоря, по отдельности я бы эти ваншоты не брал. Ну, вот сидишь ты в своей библиотеке, ковыряешься в ваншоты отдельно. Ну, не хочется вот такой вот снаирок взять. Ну, да, он неплохой, но как-то вся индустрия двигается к тому, что все рулят звук. И пока ты нарулишь этот снаир, ты уже потеряешь и контекст, и идею вообще пойдешь пить кофе, а потом пойдешь YouTube смотреть. Я не знаю. Вот видосы. Вот. Ну, а тут все комплексно происходит. Я сейчас найду, где эта карта находится. Что-то я потерялся сам. Я совсем недавно его использую. Так, вот бит-комбайнер, про него поговорим попозже. Это комбайнер наших сэмплов. Ну, кстати, да, вот здесь их одновременно можно видеть. Здесь можно нажать кнопочку random. Напоминаю, да, что сэмпл комбайнер это вот... Схожий сэмпл можно сделать вот так и перетряхнуть все это. И, учитывая, что он набирает здесь, ну, сколько, ну, здесь 15, я не знаю, считает лень сэмплов, то в какой-то момент, ну, конечно, идея начинает повторяться, и вы понимаете, что вам это не нравится. Можно нажать кнопочку live filter. Во-первых, откроется фильтр. Во-вторых, текущая склейка окажется первой, а все ячейки обновятся. Некоторые из них можно заблокировать, например, если вы нашли уже идеальную бочку, идеальный снейр, идеальную сбивку. Я заблокирую их, и меняться будут только остальные. А включив фильтр, мы можем поступить следующим образом. Мы можем выбирать сэмплы по принципу ударка это или какие-то перкуссии, ну, какие-то синтовые звуки, какие там попадаются вообще в коллекции. Вот снизу даже видно, что 8 тысяч, ну, почти 9 тысяч сэмплов из 37, 24% выбраны. Сейчас, скорее всего, здесь ударки почти не будет, драм-сэмплов. Это для любителей Дог Скотта и дибриджа современного. Привет Сане Бопу. Либо наоборот, исключительно драм-сэмплы. Ну, понятно, что во флексы все равно будут залетать сэмплы, просто потому что сами ячейки созданы не для драмсов. Дальше, ленд, длина. Сейчас будут длинные, скорее всего, бочки трэповые полетят. Крутая перегруженная, кстати. Ну, все вот они с риверами, с хвостами. Либо коротенькие. Ну, можно не либо, либо это я, человек, крайность. В то же время и во флексы, заметьте, начали залетать коротыши. Частота, либо низкие сэмплы. Ну, опять же, не либо, в общем, вы можете варьировать здесь. Даже частота есть. Сейчас будут довольно низкие сэмплы, до 150 Гц. Причем, кстати, не на все нашлось. Для хэтов, как понимаете, да, 150-герцовых хэтов не бывает. Вот так это и происходит. Довольно низкие, low-fine сэмплы при помощи частоты могут залететь. Ну, нечто среднее. Ну, в общем, я думаю, вы уже поняли. Я просто продолжаю залипать, джемить, как я это люблю. В какой-то момент этих экспериментов, ваша секвенция развалится, и сам хост забудет, что на месте бочки была бочка и так далее. Ну, конечно, тогда проще вернуться к какому-то предыдущему темплейту, либо загрузить базовый, который был в поставке, и начать заново. То есть, опять же, там будет бочка. Вот не эта вот шляпа, а будет бочка. Ну, snare остался, сохранил свое лицо. О, вместо клэпа у нас теперь банка. И, ну, в общем-то, дождаться, что вместо банки вернется клэп, это уже почти нереально. Ну, для экспериментаторов, пожалуйста, можно одним нажатием кнопки встряхнуть все сэмплы. Оп, они встряхнулись, поменялись. Так вот, дабы не затягивать видео, посмотрели мы, что такое сэмпл комбайнер. Это и есть особенность этого плагина. То есть, идеи просто летят одна за другой. Это восхитительно, я считаю. А здесь у нас бит комбайнер. Но я не нахожу его сильно полезным. Может быть, в случае с прямой бочкой это как-то имеет смысл. В случае с бит... Ну, биты мы все уже знаем, какие мы хотим. Drum'n'Bass или House Beat, это прямая бочка. А здесь начнется сейчас. Давайте выберем более традиционную секвенцию. Давайте, кстати, по прямой бочке пройдемся. А давайте init загрузим, чтобы по-честному. Вот она, пустая наша машинка. Загружаем. Можно загрузить, можно уже сразу как-то попытаться сгенерировать готовую трамп-секцию. То есть, мы не будем ее сейчас вот тут справа расставлять. Так я, короче, не удержался. Я сделаю сам. Биток получился интересный. Здесь, естественно, есть свинг. Поэтому позаигрывать со свингом и можно, и обязательно нужно. Вот здесь глобальный, либо по отдельности. Кстати, вот смотрите. Клэп с прешифтом. Вот здесь есть параметр Timing Nuge. Он может задвигать сэмпл либо вперед, либо назад. Это интересно. То есть, если клэп с прешифтом, ну, вы понимаете, да, когда с тряпкой в начале. По поводу хэтов и вообще по поводу велосити. На это тоже обращайте внимание. Это очень круто может звучать в контексте. Особенно со свингом. Это для хаоса довольно важный нюанс. И по бырику я расскажу вам, что такое. И вообще не что такое, а как работает экспорт. В общем-то, здесь можно поодиночечке вытаскивать у нас исходные сэмплы, которые для нас подобрал XO. Здесь можно drag-and-drop именно уже с постобработкой. То есть пропиченные, обрезанные. Для этого нужно нажать render waves. И вот они здесь. Точно так же их можно повытягивать. Ну, кстати, он уже создал папочку на рабочем столе, потому что когда-то я ему предложил это сделать. В общем, смотрите, я нажимаю на кнопкулечки и файлики залетают ко мне в папку. Flex и все. И, естественно, результирующий wave loop. Вот он мой хороший. По поводу, кстати, вообще этого меню экспорта, я думаю, у разработчиков есть мысли. Наверняка им уже накидали идеи, потому что мы так и не получаем здесь лупы, хотя мы здесь настраиваем отчаянно свинги, какие-то грувы, но они попадают только в готовый луп цельный. Почему каждая партия лупом не рендерится, я пока не понимаю. Но я такой функции не нашел. Ну и в целом все это очень легко загоняется в хост либо по сэмплам, либо по индивидуальным дорожкам. То есть, конечно же, этот девайс является мультитембральным, то есть по современным меркам. То есть мы можем поканально все это выводить. Да, в общем-то, все, что нужно в этом чуде есть. И, собственно, остается только реально выдумывать грувы на лету. А, и обязательно залетайте ко мне в телеграм-канал. Там я публикую не только свои видео, но и текстовые какие-то статейки от больших до малых, некоторые свои впечатления от гастролей, ну и всего по чуть-чуть. Чисто мой канал. Забегайте, буду рад всех наблюдать. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok